Ну, тем не менее, вот что хотелось бы сказать первое. Тут действительно затронули такую тему по альбоматорам и заваливанию «Я паритепный». Но паритепный, которого готовили с отраслевым клоном. Поэтому, естественно, та практика и тот уровень образования, который был заложен, когда я училась, кажется, он позволял мне знать производство. Потому что, несмотря на то, что нас в течение пяти лет готовили и говорили, вы не просто экономисты, вы инженер-экономисты. И все время у вас уверены, что все, что касается блюмов и слябок, я иду с упором помню. Несмотря на то, что в данном случае совершенно другого отрасли. Значит, теперь мне хотелось бы сказать, что действительно вопрос, который сегодня понят, он очень актуальный, потому что, ну, словно говоря, то, что я пропагандировала очень давно, что лучше управление степени технать с экономическим образованием. С этим я согласна, несмотря на то, что, значит, мы стоим в голове экономической категории. Но на что хочу обратить внимание, вот когда мы здесь рассускаем. Уважаемые коллеги, мне бы хотелось, чтобы представители промышленности, представители работодателей, немножечко общаясь с вузами, смотрели на учебные планы. То есть теперь учебные планы, когда мы подошли на уровень подготовки, они подписываются представителями работодателей. И кажется, что эти представители работодателей, уважаемых, значит, организаций, они целый час в в перечне с тех гостифрин, которые заведены в учебные планы, которые проревают те самые компетенции, проверяемые на выходе. Что в результате получается? В результате такая картинка. То есть если мы возьмем стандарты третьего поколения, у них компетенции организационно-управленческих море. Вопрос. Количество часов, выданное на экономическую организационно-управленческую подготовку, сколько? Вот сколько. Мне не дали, как вчера, профессор, который, извините, читает и преподавает руководителям организации производственный менеджмент, он при планировании нагрузки на следующий семестр, он не говорит, Наталья Вениаминовна, я на второй курс не выйду, потому что передо мной сидят дети, и это слишком дорогое удовольствие, чтобы я на втором курсе детям, которые вообще не понимают, что такое производство, преподавала организацию производства. А с чем это связано? А с тем, что, извините, уважаемые технические кафедры планируют свои лечебные планы. Они что делают? Они, естественно, как они считают, непрофильные для них вещи, они подбегают чуть-чуть пониже. Они обустили экономику, организацию, все на второй курс. Кого там имеют? Те представители высших учебных заведений, которые сидят, они это знают, это наша беда. И мы начинаем работать, извините, со школьниками, которых понятия не имеют. Что дальше получается? Дальше мы подкормим к выпуску макалавской работы, магистрской работы. Это раньше в специалитете был раздел технико-экономическое обоснование. А в магистрской диссертации или, предположим, в ВКР, там часов не выделяется. Там не предусматривается. Потому что, опять же, технические кафедры на сегодняшний момент говорят, а мы когда его основным навыком-то научим? У нас на это времени нет, уважаемых коллег. Так вот, мне хотелось бы, чтобы, по крайней мере, запрос на эти вещи, если уж нас немножко не понимают в высшей школе, чтобы запрос на эти вещи шел со стороны как раз наших производств. Чтобы, когда представители промышленности сидели в государственных дистанционных комиссиях, вот они посмотрели и спрашивали, ребята, а вы то, что вы предлагаете сегодня, просчитали? А сколько это будет стоить? А как вы это себе мыслите? И вы сразу увидите уровень подготовки, которого на сегодняшний момент нет. Вот в силу этого, ну, скажем, то, что у меня изведено, созревало, по мере того, когда я слышала выступления представителей промышленности. Спасибо, что отрадеют за эти вещи. Но пусть они в конечном итоге и нам помогут. Они помогут тем, что в конечном итоге, первое, либо запрашивают, например, тематику выпускных политикационных рабочих. Неважно, какого уровня. Но становится понятно, про что вообще, на чем ориентирован зон. Где эти предварные исследования, которые в конечном итоге есть? Это было бы хорошо, когда, еще раз лучше говорю, была бы хорошо организована связь с управлением персонала. Тогда, опять же, было бы видно, и можно было бы пообщаться и сказать, да, уважаемые коллеги, вот здесь вы готовы каких-то ребят, мы дадим какую-то организационно-управлическую подготовку технарям. Потому что я согласна с вами. Ребята, которые дают вторую вузу, получаясь в вузах, мы, давайте будем честными, в данном случае, доучиваются они на практике, потому что, приходя на занятия в вечернее время, если они при этом еще работают, а любая организация при этом говорит, я тебя возьму, ты мне опыт работы покажешь, будь здоров какой, они еще и работают. Поэтому в качестве, ну, как бы, таких предложений, которые созрели, это действительно, я бы действительно хотела активного участия представителей промышленности, и в работе государственных аттестационных комиссий, и в запросе информации. Еще раз очень говорю, можно видеть сегодня по учебным планам. Вуз не может справиться с тем, что у него ограниченные часы на что-то. Нас, естественно, подвигают на то, что, извините, сегодня стандарты, и стандартов можно. Это все уменьшить. Я бы очень хотела, чтобы в конечном итоге вышла специальная газета с проблематикой вот такого стола и с теми выступлениями, которые прозвучали от промышленности, чтобы это можно в том числе было доказывать и на методических комиссиях вузов, технических вузов, как прежде всего имею в виду. И можно было доказывать ректорам, которые бы тоже установку давали, что это важный блок, и что нельзя его в конечном итоге уменьшать. Ну и последнее, мне бы действительно хотелось попросить организаторов сказать спасибо организаторам и одновременно попросить организаторов всем участникам этого круглого стола в конце предоставить список с координатами. Нам будет друг друга веселиться, нам проще было бы общаться в конечном итоге, устанавливать контакты, но и, может быть, обмениваться какими-то мнениями. Спасибо большое. Замечательно.